Девчонки, всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня видео хочу с вами поболтать. Поболтать насчет вот игры как раз, рандеву, потому что много вопросов мне постоянно задают. И я пишу одной девушке, другой, и все одни и те же вопросы. Так что я даже себе написала на листочке, выписывала, выписывала, думаю, ну что ж такого интересного. Так, а на мне футболочка, я ее уже давно купила, но я просто как-то вот некогда не успела ее снять. Это Gloria Jeans, у меня размер МК, МК это 44-46, вот какой носите, такой и берите. Можете на сайте заказать, у них, просто она немножко мятая, потому что я ее постирала, уже несколько раз носила. Вот видите, она такая удобная, и вот такая, давайте покажу. Беленькая, мне так нравится. Так, будь хорошим, будь плохим, просто будь, да, называется, да. Так, ну вот, стоит 700 рублей, 699. Ну, я так напомню, у Gloria Jeans, у них есть вот этот возврат, то есть покупаешь какую-то одежду, и 50% идут на карту. А потом, в следующий раз, вы можете прийти и с 50% скидкой второй уже что-то купить. Вот у меня все, я на накопленные баллы покупаю, поэтому 350 рублей, минус 50%, и думаешь, как это удобно. Но по факту получается, один товар же ты покупаешь за полную стоимость, вот потом баллы начисляются, потом ты ими рассчитываешься 50% стоимости. Ну и по факту получается, что любую, в принципе, вещь можно у них купить за 75%, да, вот так вот, от основной цены. Просто у кого нет магазинов Gloria Jeans, смотрите, я тут много чего купила Gloria Jeans, так что буду носить, буду вам напоминать, вы можете это все найти у них на сайте. Хорошо, что это сетевой магазин. Мне, кстати, говорили, что Gloria Jeans есть на Валбрисе. Да, есть, но там только не весь ассортимент, видимо, то, что уже, вот знаете, в магазинах нет, и вот это все уже как-то отходит. Потому что, кстати, в самой Gloria Jeans тоже есть распродажи, там есть целые стендики такие с распродажами. Я раньше, кстати, вообще не покупала в этом магазине практически ничего, а тут зашла, и я думаю, о, сколько классных футболок для дома, сколько всего, и как-то так стала заходить, когда у меня есть время, в торговый центр забегаю, быстро в Gloria Jeans. Иногда даже бывает, сижу на сайте у них, просматриваю, что у них интересненького. Ну, то есть, это в основном такие домашние, летние футболки, такое все спортивненькое, если кто-то любит спортивное, тоже подходит. И цены хорошие именно из-за того, что вот сейчас идет такая, да, у них акция как-то вот подходит. Плюс, ну, ну такое все, молодежное, спортивное, да, не могу сказать, что что-то серьезное вы там купите, но хотя все может быть. Но мне понравилось. То есть, в принципе, неплохой магазинчик, недорогие футболочки. Так как вот я Василечек все хочу заказать, любимый Василек, но постоянно уезжаю, и я боюсь, что как-то, вы знаете, вот заказываешь, он же не сразу придет заказ, думаешь, какое-то время подождать, мне все не собраться, не зайти на сайт. Поэтому я вот что-то, не знаю, подсела я на Gloria Jeans. Это, наверное, такой период, да, вот надо сначала в одном магазине ее купить, потом с другим магазином как-то, не знаю. Вот, поэтому просто мне как-то вот по лекалам они удобные, я подхожу, я знаю, что взять вот, почему, поняла. Я подхожу, беру футболку, я уже знаю, я не меряю, потому что мне подходит размер, все отлично. Так, ну что, насчет рандеву. Так, извиняюсь, это моя любимая прическа домашняя. Я постоянно, когда дома что-то делаю, у меня всегда вот такой причесок волосы назад закалываю, да, и все, и мне удобно. Извиняюсь, что я в таком виде. Так вот, насчет боксов вот этой вот игры, она была сейчас восьмое чувство, четвертый сезон, да, уже был первый сезон, я не участвовала, во втором я участвовала, в третьем не участвовала, потому что я была в Испании, и туда вот как-то не получилось. У меня как-то все приезжали, там, знакомые, да, из Питера, но не в тот момент, когда нужно было этот бокс забрать. То есть бокс я вот как-то не смогла получить, поэтому я не участвовала в игре. Так, и раньше были сначала одинаковые, потом разные аромабоксы. Меня тоже это очень сильно удивляло, зачем разные аромабоксы, причем блогеры не знают, что разные аромабоксы, то есть кому-то прислали. Ну, в общем, я считаю, что игру надо дорабатывать и дорабатывать. Вот сейчас с вами поговорим, о чем тут речь. Потому что вот сейчас плюс большой, что у всех были одинаковые аромабоксы. Это знаете, что удобно? Я захожу к любому блогеру и тоже смотрю, как бы, да, отгадал он, не отгадал, и все в таком духе. Единственный минус, что организаторы, на мой взгляд, должны каждому блогеру прислать других, ну, ссылки на других конкурентов, чтобы я эти ссылки добавила к себе под видео, на видеосылки, да, и вы могли пройти по ссылкам и посмотреть сразу других блогеров. Не просто где-то там на просторах Ютуба по вот этим тегам, рандеву, четвертый сезон, там, дыдыды, вот это искать, а просто вот вести каждому, просто прислать ссылку каждому блогеру, да, вот они пишут же нам, да, вот написали, пришлите ссылку, я ее добавлю под видео. Я также, как вы, девчонки, ищу просто вот остальных блогеров лопачу. Я перехожу к ним, к рандеву на телеграм-канал, там у них, конечно, это все есть, но у них очень, я не знаю, кто там ведет телеграм-канал, это какой-то, какой-то лабиринт. Даже я не понимаю, где там лайк поставить, что это такое, где это найти. Действительно, вот полнейший лабиринт, честное слово. У вас есть такая ассоциация? У меня вот да, то есть вот я не поняла их. То есть фактически каждый блогер не знает, кто еще, где, где это искать. Я просто сама так же, как вы, стала дергаться и искать, а где результаты. Ни результаты не прислали, ни вот ссылки на других блогеров, кто еще участвует, как, чего, ничего вообще, да, то есть найди сам. Поэтому такое с организацией немножко рассеяно, скажем так. Значит, большой плюс вот то, что все-таки, что у всех блогеров одинаковые аромабоксы, да, были. Оказывается, я не знала, я думала, что будут разные, потому что у меня аромабокс номер один был написан. Но, к счастью, у всех одинаковый, и все-таки я нашла там эти, в этом видео превью к рандеву, и там вот эти названия, не названия, а картинки этих ароматов, которые реальные были на самом деле, да. Значит, потом, что было? Они учли замечания предыдущих, молодцы, вот этих вот сезонов, потому что когда присылают, ну, я заметила, многие пишут отзывы, зачем вы присылаете такие банальные аромабоксы, ну, то есть банальные ароматы. Девочки, милые, ну, представьте, вот я так просто вот, да, как взрослый нормальный человек. Мне пришлют какую-то дикую нишу, я ее даже не нюхала никогда, допустим, да, и даже если у меня этой ниши полно, да, я даже вот к этому попозже вернусь, насчет блогеров, ниша, она такая специфичная, ладно, попозже. Допустим, как показало, даже блогеры, у которых целые шкафы парфюмерии очень много, и элементарную Шанель мне отгадали просто, да, хотя бы, что это Шанель. Ну, там Шанель просто стандартная балла, всегда есть лаванда, всегда есть пачуль, всегда это альдегиды, вот эта бело-цветочная химия такая сплошная, а это Шанельевская, да, вот, но какой там уже аромат, это нужно долго разнюхивать, потому что, ну, ну, как бы либо носить, потому что они слишком похожи, у них немножечко где-то там чуть больше пачульки, чуть больше лаванды, какой-то там еще цветочек добавили, да, и как бы они отличаются. Но по факту, на самом деле, вот даже для меня Шанель всегда звучала одинаково, то есть, ну, если только, может, Шанель номер 5, она более такая однообразная, все остальные вот настолько все одинаковые для меня, вот все-таки. Вот, поэтому, вот так вот. Просто к тому, что блогеры многие не унюхали стандартные нишевые ароматы, ой, люксовые, да, ароматы, которые здесь были представлены, и расскажу, почему не унюхали, это мое мнение, потому что я тоже проходила всю эту нишу, уже с эти периоды прошла, и поэтому, например, допустим, прислали какой-то, ну, вот, блоттер, ну, не блоттер, а вот пробник мне какого-то нишевого аромата, я буду разнюхивать, описывать ноты, там, что мне слышится, что мерещится, вам это интересно смотреть, вы не понимаете, о каком парфюме идет речь, вы его сами никогда не нюхали, потому что 99-95% населения у нас живет где? Не в Питере, не в Москве, у них нет этой ниши, даже если кто-то где-то там по отливантикам у кого-то заказывает, да, это все равно не весь ассортимент, вы представляете? То есть, так скажем, 90, ну, давайте, ладно, 95, 90% населения России, извините, даже не нюхали нишу, да, вот, ну, там, только стандартный Tom Ford там какой-то, ну, уже нишей он не считается, ну, какие-то отдельные ароматы там, да, и такие базовые, а вот какие-то вот такие специфичные, ну, даже не пробовали, поэтому разве им интересно было смотреть эти ролики, эту игру, да, что какие-то блогеры сидят и чего-то там по нотам описывают, даже не называя ароматов, да, и даже если в названии будет, в ответе, да, там вот где-то результаты будет написан, такое-то, такое-то название, которое даже из первого раза не прочесть, ну, мне будет неинтересно, я даже не посмотрю, потому что я его даже никогда не нюхала, я понятия не имею, чем он пахнет, и какая мне разница, что там блогер описывает, что ему это пахнет. Мне гораздо интереснее, когда пишут вот ароматы, а люкс – это стандартные ароматы, которые мы можем все пойти в любой магазин, тот же там латуаль понюхать, да, например, и понять, что это такое, то есть, например, у нас в основном эти ароматы были, поэтому вот это вот, зачем вы прислали обычный люкс, лучше бы это была ниша, нет, вот как раз, когда присылали нишу вот эту дикую, никто вообще даже близко не отгадал, и вот просто сидели, что-то там усолили, и я такая же, и это было так неинтересно, а сейчас мне стало интереснее, потому что здесь был просто банальный люкс, который каждый человек пробовал, каждый нюхал, и зрителям интересно, да, то есть, например, ну вы все, у кого-то был какой-то из этих ароматов, или есть, или у подружки, или в магазине, или у мамы, или у кого-то, ну, кого угодно, или у вас даже был, и вам интересно, а блогер вообще-то разнюхает или нет, да, правильно? Вот мне тоже стало интересно, поэтому я считаю, что нужно присылать на обзоры именно те ароматы, которые 90, там, 100% людей знают, ну, хотя бы когда-то нюхали, или могут пойти в магазинчик рядом и понюхать, да, или там подружка пользуется, или я пользовалась, там, мама, даже если они покупали какие-то фейки, например, на эти ароматы, ну, это люкс, да, классический, который, ну, то есть даже это интересно, поэтому я считаю, что это очень правильно. Так, почему нишевые блогеры не узнавали ароматы? Так вот, если нишевые блогеры, ну, вот вообще, скажем, не нишевые блогеры, а блогеры, у которых огромные шкафы и люкса, потому что они, понятно себе, просто как коллекцию, да, вот пусть будет, и также относятся к нише, девчонки, даже если они ее наносили несколько раз. Понимаете, когда ты начинаешь собирать нишу, она же тоже так похожа друг на друга, это ужасно, просто один аромат похож на другой настолько, что это караул просто. На самом деле не так много нот, не так много всего, и каждый бренд друг у друга чего-то копирует, поэтому унюхать, ну, знаете, ты будешь сидеть, ты не поймешь вообще, поверьте. Поэтому, и тем более, ниша всегда звучит одном-двумя такими вот, ну, у них всегда есть какие-то моно-вонючие запахи, то есть что-то можно понять, что-то нет, но если это будет какая-то особенная ниша, я говорю, мне вообще неинтересно, я даже смотреть не буду. И скажу еще раз, почему же блогеры, у которых много парфюмерий, в основном, да, вот именно вот такие, которые дома держат шкафы, не угадали ароматы? Почему? Потому что сначала вы увлекаетесь люксом, а люкс он более легкий, более носибельный, помните, я говорила, да, он социальный для людей вокруг, им не задушишь, потом тебе вроде хочется чего-то еще, ты же накапливаешь, ты начинаешь собирать нишу. А ниша, она очень специфична, это как высокая мода, когда ты не просто носишь одежду, которая удобна, которая нормальна, а ты носишь что-то такое, что в обычной жизни не носят, да, и чем дальше вот у тебя больше парфюмерии какой-то нишевой, хотя бы ближе к приближенной к люксу, ты начинаешь собирать нишу особенную, вот эти резиновые носки, там ржавые трубы, трусы вонючие, да, ну то есть вот такие запахи, какие-то перемешанные, и вот ты пытаешься вот это все вынюхиваешь, точнее не пытаешься, и поверьте, чем больше ты вот это носишь периодически, сегодня один, завтра другой запах, утром один днем, второй, третий, твой нос перестает чувствовать, девочки, поверьте, он уже не слышит себя, никаких даже самых вонючих ароматов, в то время как другие люди просто от вас будут шарахаться всегда, всегда, потому что от вас будет вонять. Утро вы подушились одним ароматом, днем другим, третьим другим, и у вас нет индивидуального запаха, ваша одежда не пропахивает, а даже верхняя одежда, да, например, там эту мы меняем каждый день, она не пропахивает каким-то вашим запахом, да, потому что его просто нет, из-за того, что вот это в день наносится, ну в шкафу уже много ароматов, один, другой, третий, их не жалко, их уже обесцениваешь, и нос уже сам принюхивается вот к этой комбинации на мешанины, поэтому никогда блогеры, которые говорят, я не хочу этот люкс, не надо мне, у них проблемы с носом, я сама такая была, я прошла все эти этапы, начинаются реальные проблемы с носом не потому, что ты не слышишь запахи, а ты просто перестаешь их трезво, с рассудком оценивать, как косметологи, которые постоянно колят какие-то губы, лица, а у них самих потом становятся вот такие губы, лица, они сами перекорежены, заметили, да, очень многие косметологи, у них лица страшенные, караул, потому что у них замылен глаз, они вот с этим работают, они уже не видят, где красиво, где некрасиво, то же самое, ну я не хочу просто плохо говорить, потому что я тоже как бы, ну можно как-то меня отнести к партблогеру, я проходила этот этап, я же не конкретно имена называю, да, я хочу сказать, что у них проблемы реально с обонянием, из-за того, что у них уже смыта картинка, они, ну так как ниша в основном такая вонючая, прям реально, там ей нужно капельку, а все ее поливают как обычным люксом, то нос адаптируется и перестает вообще чувствовать, воспринимать, понимаете, да, вот, воспринимают окружающие, а тот, кто этим пользуется, никогда не воспримет, и вот это вот, ну в голове такая уже каша-мешанина, поэтому чаще блогеры не могут отгадать аромат, ну потому что они все так смешаны, поверьте, вот, и обычный люкс они уже не слышат, вот реально не слышат, потому что он слишком слабый, он легкий, ну как-то более такой, я говорю, социальный, да, а когда ты каждый день себя брызгаешь какими-то вот этими ржавыми, корявыми, еще чем-то, то есть тебе вот тяжело, это то же самое, как вот я хочу сказать, вот в аромабоксе 8 ароматов, вот ты сидишь и начинаешь нюхать один, второй, третий, на четвертом ты уже сбоишь, потому что ты сидишь в помещении, ты уже набрызгал, а так как ты же не знаешь какой аромат, да, ты начинаешь брызгать на блотер, ты подносишь близко к носу, сначала тебе, почему девочки говорят, и многие говорят сначала мужское, потому что сначала тебе бьет в нос спирт, девочки, ну там же ароматик, композиция начинает раскрываться с того, что сначала спирт, потом масло, да, то есть вот сначала ты нюхаешь спирт, и ты пытаешься что-то там унюхать в масле, время ограничено ролика, ты должен, то есть что ты услышишь, только первые нотки, и вот чуть-чуть раскрытие пойдет, да, поэтому ароматы мы носим-то на себе, и в основном мы начинаем их понимать именно со средних и базовых нот, правильно? Первые вот эти, то, что ты побрызгался, куда-то побежал, вроде что-то запахло, и потом ты уже ходишь, когда вот где-то вот этот шлейф с тебя, да, идет, вот это мы носим, но это приходит через полчаса где-то, а аромат надо разнюхать там за несколько минут, и в итоге вот, во-первых, бумага, да, блотер, нанесенный аромат на бумагу, он уже немножко бумага дает, ты пытаешься думать, какой-то пыльный аромат, ты думаешь, делаешь, наверное, это все-таки от того, что он на бумаге, да, потому что бумага тоже имеет запах перемешанный, она дает такую вот пыльность такую, как фиалка немножко, да, смотря какая бумага, ты не знаешь, бумага эта уже пахнет или что, то есть вы же все знаете, когда идем в магазин, мы наносим на блотер, и то, что потом нанесем на себя, это разные вещи, на коже же вообще все по-другому, дышит и раскрывается, а носим-то ароматом и на себе, да, и где-то, если я же понюхала когда-то какой-то аромат, одна бумага пахла так, другая там бумага была из какой-то другой древесины, пахла немножко по-другому, типографская краска на ней же, на бумаге всегда есть типографская краска, чуть-чуть по-другому, понимаете, вот, и поэтому такие все нюансы, конечно, нужно наносить на тело, это раз, а на тело наносить 8 ароматов, это, ну, ты задохнешься, ну, и так ты задохнешься, Вот брызгаешь на блотер, подносишь к носу, у меня нос был весь мокрый, понимаете? Я понимаю, что я не могу встать, пойти помыть этот нос, потому что ролик идет, я не могу уходить из кадра. Я не знаю, что мне делать. То есть у меня нос, я в итоге попила воду один раз, и я все перемазала, даже воду стала пить, она у меня вся в этом парфюме, понимаете? Что происходит? Всегда человек воспринимает максимум 4 аромата, все остальное он не может воспринять, там уже 5 с трудом. Ну ладно, 5 хорошо, больше 5 это уже слишком много, все уже, это каша в голове. Поэтому первый всегда аромат, все блогеры отгадали, ну слышишь, да? Есть время чуть-чуть, ты что-то унюхиваешь, понимаешь, цитрусовое, там одно другое, Dolce & Gabbana, Light Blue, по-моему, гадали все. Да, знакомый аромат, но все равно в раскрытии он по-разному раскрывается. Сначала тебя спиртяга, потом ты чувствуешь просто холодный лимон, а через какое-то время чувствуешь, ага, мускус пошел. Ну спиртяга-то не уходит, ты думаешь, это мужское, а потом спиртяга вроде удалилась немножко, думаешь, да нет, это вроде уже женские, потому что уже яблочко полезло. Ну понимаете, да, оно, люксовые ароматы, они такого постепенного раскрытия, да? И вроде бы мы привыкли, но мы же не знаем, что это, и поэтому пытаемся что-то где-то уловить. Вот, поэтому, ну немножко как бы, да, сложновато тут, учитывая, что, наверное, люди должны просто привыкнуть и делать эти слепые затесты постоянно, чтобы с бумажки у них адаптировался нот, слышать это с бумажки. Я никогда не делаю вот эти затесты с бумажки, ну так в жизни, да, мне это вообще даром не надо. Вот, и поэтому тоже это такой момент, когда, это знаете, называется, смешивается вот как приноски аромата, утром один, в нем второй, на ночь третий, да, и ты уже не слышишь себя ничего, кони-люди, смешались люди-кони, да, вот это вот. Вот то же самое происходит с парфюмом, когда ты нюхаешь с одного блотера, ну то есть один аромат, другой третий, и потом у тебя смешались кони-люди, у тебя в носу один, ты нюхаешь другой, у тебя вообще другая ассоциация идет, не то, что он из себя представляет. Ты никогда не назовешь уже аромат там после там третьего, четвертого, потому что ну реально ты, все, у тебя нос забился предыдущими еще запахами, и ты их уже накладываешь на то, что ты нюхаешь тут снова и дальше, да. И поэтому я даже уже к какому-то там аромату стала примешивать вот этот сандал, который Каролина Эрейра этот мне в нос стал давать, я только уже потом поняла, что это Каролина Эрейра. Видите, она так раскрывается, она сладкая, сладкая, какой-то мускус идет, ванилька, ты думаешь, ну вот это. Потом начинает что-то вылезать такое, думаешь, что это такое-то, да. Потом вот понимаешь уже, когда ты блотер отложил, ты уже ролик, ну не то, что снял, ты уже там перешел к другому, ты уже понимаешь, что что-то не то. Потому что тебе сначала вроде запахло одним, потом другим, и вот, а в носу-то он остался, и нос еще измазанным этим блотером. И ты берешь другой уже аромат, пытаясь тоже разнюхать там втереть его в себя, и ты перемешиваешь вот этот сандал с чем-то другим, у тебя какая-то другая ассоциация, а в том парфюме вообще нет сандала, допустим, да. Понимаете, девчонки, на самом деле, ну я пытаюсь, конечно, оправдать, что это все сложно, на самом деле это, по-моему, не очень-то и, ну как бы, так, это больше развлекаловка, да, поэтому когда, а почему блотер, блогер не смог отгадать, он же парфюм, у него там шкафы, да не сможет. Он чем больше парфюмерить, тем тем более не сможет, но у него ассоциация в голове одна-другая, потому что он уже весь в этих нотах, он завяз, понимаете, вот, поэтому, ну, как бы, сложно очень, это раз. Во-вторых, я бы, чем больше парфюмов ты нюхаешь, тем больше твой нос уже не воспринимает, потому что, действительно, он уже вцепился в одну какую-то, да, вот у него вот здесь вот одно уже, вот оно, да, а потом уже мозг просто уже пытается это все скинуть. Заметьте, когда раньше я пользовалась вот этой тяжелой нишей, я могла наполивать на себя, мне было вообще все мало-мало-мало, мне хочется ярче-ярче-ярче. Потом через какое-то время я перенасытилась, думаю, сейчас я перейду на винтаж, себя вовремя одернула, сказала, что мне винтаж даром не нужен, что это вот это прогорклое, гнилое, ржавое, непонятно, ну, вот это все черное, вот это с битыми нотами, вот это вонючее, кому оно нужно, да, вот, и думаешь, ладно, все, спасибо, не надо. Потом смотрю на эту нишу, я понимаю, сколько людей говорят, это ужас, да, кто-то скажет, что это красиво, но 99% молчат тактично или, понимаете, да, в общем, хотят держаться от вас подальше, то есть они просто ваши знакомые, и они вам никогда не скажут, что это ужасно. Ниша, она, то есть в большом проценте она слишком специфична, она не для ношения на улице в людях, серьезно. То есть ниши, конечно, разные, есть ароматы носибельные, но их немного, а если это парфлогер, который любит собирать шкафы, да, себе вот много, да, вот хочу еще, 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 понимаете, как еще от покупок. Вот ты купил флакон, тебя день радует, на следующий день тебе хочется новый флакон, и тебе надо, надо, а ароматов-то, в принципе, не так много, и ты уже что-то покупаешь, покупаешь, вот и масс-маркеты, и вот то, и вот, и вот люкс хочу, и дубли-трибли, да, вот эти, зачем? В магазинах продается, вторые, третьи флаконы нет, куплю, как бы, понимаете, да, потому что вот это центр присыщения, как едой, у парфлогеров тоже есть, вот, знаете, чем, как бы ты больше ешь, тем растягивается у тебя желудок, то тоже самое, чем больше ты нюхаешь и хочешь аромат, и каждый день тебе хочется новый аромат, ну, это как вот шапоголизм, да, вот, у меня он, конечно, никуда не ушел, я считаю, что это хорошая терапия, но я покупаю другое, потому что думаю, ну, боже мой, я накупила эти шкафы парфюма, боже мой, как я рада, что от них избавилась, потому что у человека должно быть немного парфюма девочки, ну, вот, конечно, сколько хотите, но на самом деле вы комфортнее, когда человек пользуется и не попадает под вот это вот влияние, вот, хочу накопить, набрать, зачем, куда, кому, вот, и потому что вот это вот, когда с утра один аромат, второй, другой, третий, потому что я вспоминаю это время, когда у меня было там флакончика три, и я всегда помнила, знала, я носила аромат, меня каждый узнавал по этому аромату, мне говорили, какой он красивый, я постоянно повторяла, там, да, вспомните вот такое время, и вот, вот такое, такое, и как-то я не была заложницей, что ли, этого всего, а когда я превратилась вот в этого ненормального человека, то руки трясутся, и купи два-три флакона, потом прийти домой, и мне уже на следующий день неинтересно, я хочу еще, 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 я поняла, и еще повторить флаконы, да, и как себя, стоп, ты сходишь с ума, ну, это не схождение с ума, нет, на самом деле, да, но это какое-то уже что-то вообще, то есть, ну, я стала сама себе думать, боже мой, что за дурдом, вот, и особенно, нет, просто даже начала, наверное, понимать, что многие люди просто тактично со мной общаются, но при этом им не нравится то, чем я пахну, вот, а все, попробуй то, попробуй то, это же вообще, обычный люкс, это не то, надо вот какую-то нишу, и потом поняла, что на самом деле это только дань моде, но мода и стиль это разные вещи, да, вот, поэтому самые носибельные, самые хорошие ароматы, конечно, это люкс. Ниша тоже есть хорошая, да, в таком люксовом варианте, но ее немного, поэтому хочется, имеем, не хочется, надоело, избавляемся и забываем, не надо носить, потому что это круто, надо носить, потому что это вам нравится. Так вот, чем, как бы, меньше ароматов, не меньше ароматов, а чем, как бы, скажем, социальнее ароматы, тем быстрее вы их узнаете. Вот, кстати, вот там был пятый аромат, такой спокойный, вот, как бы, в такой вот пудрового типа, такой мужской, почему я сказала, что дешевый, ну, тоже вот не знаю, потому что я знаю, что вот эта пудровость, ее никогда не добавит дешевый аромат, потому что, видимо, эти нотки, они довольно дорогие. Вот, там Терре Эрмес был, да, я нюхала эти ароматы пару раз в магазинах, но я бы его никогда не узнала, потому что у меня его никогда не было, у меня никто его не носил, не пользовался, мужчины вообще редко, на самом деле, пользуются ароматами. Он хороший, он такой прямо деликатный, красивый, но очень тихий, да, он похож на Версачи мужские, ой, Версачи, правда, мужские, да, действительно похож, он та же фиалочка, вот все вот, вот такой вот, знаете, с пудрой такой, придавленненькая, но мне, правда, нравятся больше мужские, они более дорого звучат, Терре Эрмес как-то вот немножко тихий, и в нем не то, что, да, мало мускуса, наверное, вот мягкого мускуса в нем мало, и поэтому он какой-то тихий и уходит, как потерялся, все, утонул, вот, то есть я помню аромат, в принципе, так, ну, вот видите, понюхала и не узнала, да, потому что, ну, я говорю, никто никогда ими пользовался, и я никогда его часто не занюхивала, потому что мне он не очень понравился, я сказала, почему тихий и незнакомый, а вот восьмой аромат был, какой-то там спорт, лалик, какой-то там трдд мужской, я никогда в жизни даже не нюхала, да, такой, я даже флакона такого не видела, потому что, ну, есть такие базовые какие-то, да, например, ну, хотя это люкс тоже, да, был, но я реально, ой, не восьмой, извините, седьмой, седьмой, да, но мне показалось, что там какая-то, знаете, у меня было, что это, я прямо скажу, асоциально, мне не хотелось говорить, мне ощущение, что труп отмывают, да, вот вместе такие, в бане где-то в селе, в деревне, потому что вот эти угли, как будто спечка, какая-то вода, как будто во мхе, вот это, знаете, вот пруд такой вот, стухлая вода, но это часто в банях бывает, и, думаю, такое сказать, думаю, ну, блин, меня опять затролли, скажут, что у тебя такие ассоциации, ну, я еще понимаю, почему у меня такие ассоциации, потому что я нанюхалась в предыдущих ароматах, и туда же уже эти почули шанельевские, и туда же от Каролины Рер, этот сандал уже я начала нюхать, да, точнее, вот эту базу, я начала слышать у себя в носу, и все вместе у меня уже наложилось одно на другое, и мне уже показалось, что это какой-то там тяжеляк, какими-то углями, я говорю, у меня была ассоциация вот, либо вот в церкви, ну, труп обмыли, блин, я не знаю, как это сказать, поэтому я сказала церковь, хотя очень хотела сказать баня, да, в которой вот помыли труп, ну, вот который вонял тело, вонючее вот это вот затхло, и помыли вот этой водой, как ты вот, ты приходишь в баню, в ней еще такой немножко грибами пахнет, мхом каким-то, вот не знаю, хотя видите, аромат про спорт, да, но у меня вот такие ассоциации, это когда вот такая мешанина, представляете, я даже не хочу его нюхать, честно, может, он, конечно, свежий, потому что я смотрю флакон-то, зеленый он или синий, я не помню там, да, я думаю, боже мой, что за дурдом, девочки, поэтому, понимаете, да, когда ты там нюхаешь 300 ароматов, тебе уже и не то померещится, черт, на табакерке, видите, я уже начала там, а последнее-то вообще, причем тоже, я тоже ошиблась, я сказала, что это сначала мужское, да, а потом думаю, не, не, сладко слишком, потом думаю, это все-таки женское, но женское, почему ты сказала дешевое, но есть такая проблема, у дешевых ароматов, у них не будет такой стойкости, а тут прям воняло очень долго, да, значит, все-таки, да, надо было догадаться хотя бы логично, что это люкс, потому что вот воняло долго, сладко, противно, так это цветочно-фруктово, так дешево как-то, вот, ай, какой-то то ли нейрольной ноткой, то ли фиг поймешь, ну, не знаю, какая-то вот такая раздражающая. Кстати, это Ивсен Лоран Либре, мой любимый, да, но в парфюмерной воде, моя сестра его носить, она сначала купила его, но носить не смогла вообще, чуть-чуть поносила, сказала, я, у меня раздражает. Я взяла туалетку, у них немножко разные ноты, но, допустим, похоже. Еще я делаю выводы, ну, допустим, она разбавленная, что все-таки, а вот, наверное, нужно не ухать ароматы, знаете, вот так вот с блотера сначала, и не говорить людям, что это такое. Это как в магазин мы приходим, нам продавец побрызгает, о, да, вот он, о, не, ужасно, да, а не вестись, да, не в моде, потому что, да, Ивсен Лоран Либре, его мало кто может носить, он мне безумно нравится, но он не молодежный аромат, вообще не молодежный, больше такой женский, и я бы сказала, женщина 60, 55, 60 лет, вот так вот, ее возраст этого аромата, это такой чисто деловой, но вот, видимо, в нем есть что-то, что-то не оно, да. Вот, поэтому, к чему я размазываю, к тому, что раз и многие блогеры, я посмотрела, они все описали это как что-то не очень, прям вот совсем не очень, да, я думаю, так, значит, наверное, и окружающие воспринимают как что-то не очень, понимаете, да, то есть это, наверное, даже польза большая, если у вас есть какой-то из тех ароматов, которые описывали блогеры, они, допустим, его не узнали, но сказали, мне нравится или не нравится, если большинство сказало, не нравится, значит, девочки, этот аромат надо избавляться, понимаете, это как раз мнение окружающих, вот так вот. Так, насчет, что мне не понравилось, насчет, как, я не знаю, как на самом деле распределяются места, но есть такой момент, так как много блогеров, есть блогеры, у кого мало подписчиков, у кого много, у кого фан-клуб большой, у кого маленький, это неправильно, когда ты должен там эти лайки ставить, да, там, вот я вынуждена вас спросить, поставьте лайки, потом думал, зачем, зачем я прошу, не надо, да, то есть я не гонюсь там дальше пройти в какой-то следующий тур, потому что кроме геморроя вот этого, съемок там, да, вот этого всего, нервов, оно ничего не приносит, и ты как бы думаешь, ну, это интересно, но это неправильно, потому что я вас попросила, вы поставили лайки, а есть блогер, у которого, например, там, тысяча-две тысячи подписчиков, и ему не поставят столько лайков, но, возможно, он значительно лучше там, да, что-то унюхал и вообще как бы все там отгадал, да, я не знаю, я не смотрела других блогеров, там, парочку человек посмотрела так немножечко и немножко офигела, вот, ну, ожидаемо, поняла как бы в чем дело и думаю, ладно, потому что я говорю, в конце все запутались, а в начале, в основном, кстати, да, многие блогеры, когда у них много ароматов, они пытаются в каждом аромате найти что-то уже особенное, да, потому что ты реально думаешь, ну, наверное, сюда что-то там, нишу какую-то засунули, не могли же банальный люкс, это уже больше как на, скажем, на догадывании, чем на ощущениях, ну, и то, что вот, да, вроде как бы нужно, чтобы ролик был лучше час, но час никто смотреть не будет, поэтому, ну, чтобы вот разнюхать полностью аромат, чтобы он раскрылся, девочки, я не знаю, наверное, надо, знаете, как брать, блогеры все наносят аромат, и пусть они лежат, и только потом начинать нюхать, тогда они все одновременно раскрываются, и вы каким-то там к шестому, к седьмому вы подойдете уже к середине, да, вот, и тогда сможете, может, узнать лучше. Это, видите, как бы тоже такой момент, потому что, я говорю, первый старт всегда будет спирт, и потом тебя сразу, представляете, спирт ударил в нос, и потом твой нос уже не очень воспринимает все остальное, вот, поэтому как-то так. Ну, в общем, я считаю, что голосовать, ну, жюри должно, голосовать должно жюри, да, то есть только жюри, никаких вот этих лайков, чтобы это не было в игре, как бы как, не то, что решающе, но одно из решающих факторов вообще, ни капли, сколько поставили лайков, это вообще не имеет значения, потому что лайки, да, поставят именно от количества подписчиков, а это неправильно, на мой взгляд, вот, потому что может какая-нибудь там блогер с маленьким пока количеством подписчиков прекрасно слышать ноты, да, и вообще там прекрасно описать аромат, а блогер, у которого много-много подписчиков уже ничего не унюхал, вот, но при этом он все равно может выиграть, да, вот. В общем, все, я вас целую, я желаю вам отличного настроения, прекрасной погоды, девчонки, если какие-то у вас комментарии будут, пишите. Конечно, игра увлекательная, все замечательно, нужно относиться к этому больше как к игре, а не как к какому-то серьезному мероприятию, да, полегче, но вот есть к чему стремиться, на мой взгляд. Ну, я довольна, что были простые ароматы, потому что мне кажется интереснее смотреть. Вот мое мнение, напишите свое мнение насчет всего, что я сказала, давайте пообщаемся в комментариях. Всего вас целуем, встретимся завтра, отличного настроения, прекрасной погоды и здоровья. Всех целуем, пока-пока.